Просто обожает залазить на этот бильярдный стол Это же наша реальная жизнь, а не какая-то игра в Sims То есть каждая мелочь была продумана Обезумела, она постоянно пыталась сбежать Сама хочет идти на улицу в жуткий мороз В гостиной это такое место отдыха Magic Lifehack Он очень большой Кухня Холодильник мечты Она не черная, это часть, это сложный такой цвет графитовый Вот нарыла кучу туннелей, чтобы детям было где побегать Привет, я Энни Мэджик Поздравляем вас всех с прошедшими праздниками И да, ребят, мы, к сожалению Киса Алиса Киса Алиса Алиса Короче, хотела снять для вас красивое начало Но Киса Алиса, как всегда Я планировала снять ролики на все каналы до Нового года Но я не думала, что наш переезд настолько затянется Что это так тяжело, так трудно переезжать, заселяться в новый дом Что это столько времени займет Я, если честно, прям была в шоке И очень расстроилась, что я не успеваю выпустить ролики Надеюсь, вы на меня не обижаетесь И ваши праздники прошли классно А мы в 2019, ребята, заехали в наш дом Мечты Magic House, как я его называю И мы строили его около 7 лет И дело не в том, что он какой-то супер, какой-то большой Или еще что-то Просто деньги зарабатывались постепенно И вот поэтому это реально дом мечты И в новом 2019 году мы уже начинаем жить в новом доме Конечно, здесь еще не все закончено И вы это увидите, я вам покажу Но большая часть готова Поэтому ролики на все каналы теперь будут выходить отсюда Так что пойдемте Я вам буду по пути все рассказывать, показывать Эту комнату я практически уже показывала Она еще не до конца обустроена Вот тут я нарядила небольшую елочку на Новый год С прошедшими вас праздниками Не забывайте писать свои волшебные комментарии Потому что они появляются в видео Кстати, сегодня на канале моих волшебных питомцев Где я их озвучиваю Тоже очень классное, наконец-то, новогоднее видео Ссылочку я оставлю в описании Потом сходите и посмотрите Обязательно у вас поднимется настроение Вот в эту нишу я подобрала, как и планировала Идеальный по размеру белоснежный стол рабочий Это как бы рабочая часть в этой комнате Здесь я монтирую ролики на все свои каналы Как вы знаете, монтирую я полностью сама Вот это вот ортопедическое кресло Которое многие писали, что оно похоже на кресло стоматолога Голубого цвета У меня просто есть проблемы с позвоночником И поэтому мне нужно сидеть именно на таком кресле Но я его купила до того, как решила, какой основной цвет здесь будет в этой комнате И поэтому оно голубое Возможно, я сошью на него чехлы, например, цвета дивана Вот этого вот пыльная роза Про этот диван своей мечты я уже рассказывала И показывала, как он раскладывается Поэтому не буду повторяться Вот этот вот бледно-розовый войлочный домик В виде кошачьей головы, как мне кажется Он такой кругленький У него есть здесь ушки, такое круглое отверстие Это кисин-алисин домик Это сейчас Софи туда залезла, потому что я его на диван поставила Вообще, я планировала, что он будет жить где-то в этой комнате Потому что он очень подходит по цвету Но в итоге он переехал в другое место Во владение кисы Алисы Которую она сама себе выбрала Я вам позже покажу А вы ставьте лайк на это видео И голосуйте в вопросики, чтобы я поняла Интересно ли вам смотреть еще Что меняется в доме, что доделывается И какие покупки мы делаем, чтобы я делала обзор И снимала об этом больше Короче, чтобы я поняла, интересно вам это или нет Мой микрофон с наушниками, может быть я наконец-то начну записывать песни А на рабочем столе стоят еще мои золотые кнопочки С двух моих каналов Должна еще прийти одна С канала моих питомцев волшебных Magic Pets Еще тут на столе стоит кукла в виде меня И куколка моей собачки Софиши, которых мне подарили Лежит вот такой вот медвежонок из подарков И коробочка, в которой с фламинго, кстати В которой просто всякая-всякая разная канцелярия Я еще не до конца ее разобрала Я уже в других видео как-то рассказывала, что в доме очень высокие потолки Большие окна, высокие двери И поэтому не всегда легко снимать что-то на высоте находящееся Но над столом здесь есть вот такая вот лампочка, чтобы работать вечером А на самом столе есть пока что только вот такая вот лампусечка с Алиэкспресса Так что, возможно, здесь появится еще что-то В столе вот такие вот ящики, в которых сейчас пока что тоже, мягко говоря, завальчик небольшой И тут нужно, конечно же, прибираться Тут, кстати, все ваши подарки, которые вы мне дарили из канцелярии с фламинго Так что, если вы захотите, когда я окончательно организую свое рабочее место Я сниму отдельное видео про это Тут у меня пока что под столом стоит Дарбука называется Так как мы все старались продумать до мелочей У нас везде очень много розеток, чтобы провода нигде не валялись И, кстати, вот в белой части дома вот такие высокие белые плентуса Те, кто смотрит канал давно и следит за новостями в инстаграмах наших Кстати, не забывайте на них подписываться Потому что там как раз есть вся информация, что происходит в нашей жизни И про дом в том числе я там писала Те знают, что дом мы строили именно на всю жизнь, чтобы жить в нем Это не дача, не просто какой-то загородный дом, куда ты приезжаешь на выходные Здесь мы будем жить Это мои софтбоксы для съемок видео Но сейчас пока что в этой комнате они мне не пригождаются Потому что здесь и так достаточно светло Короче, поэтому мы старались все делать с расчетом на очень долгую жизнь И здесь, например, сделан теплый пол везде То есть плитка теплая и по ней можно ходить босиком Вот сейчас я сижу и я поняла уже, что мне жарковато становится в свитере и в носочках, которые я надела для видео Да? Софиша И вообще, так как дом находится не в каком-то пригороде города, он очень далеко, практически в лесу Мы здесь целые истории просто про то, как мы сюда проводили интернет Сделали освещение, копали скважины, чтобы вода была из-под крана Делали канализацию Короче, об этом можно рассказывать очень долго Если захотите, я как-нибудь поделюсь Кстати, вот этот вот бархатный пуфик-ящик, который очень подходит под цвет комнаты Мне подарили мои близкие И сейчас здесь пока что хранятся одежки Одежки всех, да, ваши одежки, Софиша Я поставила вот этот вот икейский шкаф с полками Он приехал еще со мной со съемной квартиры Но это временная вещь, потому что я планирую где-то здесь в комнате разместить какой-то комодик, может быть Или шкафчик для вещей собак и кошки, в общем, питомцев И я сейчас говорю не только про одежки, но и про всякие игрушки, которых очень много Всякие когтеточки, расчески, в общем, все прибамбасы питомцев, которые надо где-то хранить В этой нише, скорее всего, будут полки или тоже какой-то шкаф для всяких разных штучек Потому что вещей, как я выяснила, при переезде очень много И их где-то надо складывать И на самом деле та маленькая новогодняя елочка, которая у кого-то дивана Она стояла вот здесь вот И здесь была такая серебряно-красная новогодняя композиция В комнате деревянные потолки и плентуса Вот такие вот лампочки освещения Есть дверь с выходом на улицу вот туда вот А также два огромных окна с подоконниками, на которых можно сидеть И в эти окна видно очень красивые наши елочки Там на одном подоконнике подушка А здесь я пока что поставила вот такой вот декорчик И мне подарили на Новый год, друзья, вот такой вот очень классный розовый керамический подсвечничек Самое, наверное, неожиданное для вас, что вы сейчас увидите Это бильярдный стол в этой комнате Если вы когда-нибудь видели реальные бильярдные столы Вы можете понять, насколько это помещение большое Я просто прям точно не знаю, сколько здесь квадратов Алиса просто обожает залазить на этот бильярдный стол, лежать на нем И иногда даже можно словить момент, когда она играет с этими шариками всеми И закатывает их в лунки Поставить кого-то делать что-то специально невозможно, тем более кошку Поэтому я буду стараться ловить вот эти все прикольные моменты И я хочу снимать больше именно live-видео таких вот из нашей реальной жизни Влоги, как вы любите А по поводу этого стола, он не просто бильярдный Вот здесь за диваном мы пока что спрятали три вот таких вот штучки Это столешницы, которые кладутся вот здесь вот сверху на этот бильярд И он получается не просто бильярдный стол, а обеденный, очень большой И когда, получается, приезжает много гостей, за ним можно всем вместе кушать Я еще пока что... О, забила! Случайно Плохо играю в бильярд, но у меня все впереди А под ним стоит вот такая вот кроватка деревянная из Икеи Я ее специально купила для песиков Да Ну, возможно, когда-нибудь он переедет Об этом в другой раз Кстати, когда вы мне присылали разные идеи для Мэджикауса Некоторые писали про комнату для питомцев Но, ребят, я делала комнату для киса Алиса, когда вытащила ее из канализации Она проходила карантин отдельно Я делала комнату для щенка, для Миши, когда приучала ее к туалету На съемной квартире все это было Но здесь я не считаю, что нужна какая-то отдельная комната для животных В которой будут их игрушки и лежанки Потому что они, как и я, на полных правах тусят по всему дому Зачем им находиться где-то отдельно от меня? Это же наша реальная жизнь, а не какая-то игра в Sims И этот дом мы построили для себя, для жизни А не для того, чтобы снимать какие-то развлекательные ролики на Ютубе То есть это наш общий дом Мой дом, это их дом И наоборот, я не считаю, что мои животные, надеюсь, как и ваши Должны жить где-то в отдельных помещениях Если только они сами не выберут себе какой-то уголок, комнату, укромное местечко В принципе, как они и делают, находят местечки, где потусить И я хочу показывать вам именно реальную нашу жизнь Так, как есть Ну, вроде все, что здесь пока что есть, я показала А теперь поехали дальше Итак, я сейчас вам покажу коридор Это не единственный, но основной вход дом, через который, в принципе, заходят все гости Тут в углу есть такая тумбочка для тапочек гостевых и домашних И вот здесь на ней такая новогодняя композиция Уже иголки насыпались с веточек елочных Из корольчат в корзинке, которых вы мне дарили Такая корзинка с корольчатами новогодняя Здесь вот такая золотая керамическая елочка Я купила ее к Новому году для декора Да, Софиш? Здесь в коридоре на деревянном потолке С плинтусами, как и везде Висит на таком длинном шнурке Лампа, люстра Я ее называю мыльный пузырь, потому что это как стеклянный шар Она очень прикольная Тут опять же такая высокая стеклянная дверь в клеточку Как и окна С этого вообще, наверное, надо было начинать Как прям в кино Я повесила на дверь вот на такой вот ленте самодельный веночек Я его сделала Здесь шишечки, ягодки, колокольчик, бантики Он очень прикольный И сейчас не видно, возможно Но вот эти вот шарики, они светятся Это как бы гирляндочка на батарейках И вечером очень классно это выглядит В той комнате, как вы заметили, плитка светлая А в этой части дома, несмотря на то, что стены светлые Плитка выбрана была все-таки темная Такая графитовая, немножко на мокрый асфальт типа похожа Мы здесь в коридоре постелили коврик опрометчиво Потому что все равно, когда заходишь с улицы Снег тает и все равно какая-то грязь есть И коврик, конечно же, пачкается К сожалению, не удастся мне показать одним кадром Здесь вот такой вот из пяти частей большой шкаф Вдоль всей стены коридора он очень большой, вместительный В основном здесь хранится на вершеньках всякая верхняя одежда, куртки и все такое Вот здесь шарфики, шапки и тоже подобные штуки в корзинках Специальные полочки, например, выезжающие для сумки То есть каждая мелочь была продумана до мелочей Мы старались все продумать, поэтому если вам интересно будет Я буду делать отдельно прям обзоры про такие вот штуки в доме Вот, например, именно здесь мы придумали вот такие вот выезжающие полки для обуви Они выезжают и тогда всю обувь видно Они просто стоят, чтобы туда руки сувать далеко и ковыряться Вот тут вот, кстати, в двери такой же высокой, как и везде Есть стекло, в отличие от многих других дверей Иногда здесь в доме встречаются вот такого дизайна двери А вот эти вот штучки, две круглые, они как бы серебряные И внутри у них подсветка Сейчас покажу, смотрите Чик, они включаются и получаются два таких шара солнечных Очень классно смотрится, особенно когда они отражаются вот там вот Как будто они еще и в той части дома есть Это помещение мы назвали постирочной, скажем так То есть здесь происходят всякие такие штуки Смотрите, какой кран мы в ВК купили И вот такая вот раковина двойная То есть здесь всякие такие помывочные происходят истории Тут стиральная машинка, в общем, всякие шкафчики Вот тут вот шкафы, они тоже заполнились уже Но там еще надо прибираться и прибираться Еще здесь кое-что будет доделываться И вот она наша кися Алиса Которая просто обожает эту комнату Она почему-то решила, что это ее хоромы И поэтому в честь этого Хотя, если что, это гостевой еще туалет как бы здесь такой Умываться можно здесь Здесь стоят очень красивые такие вот штучечки Такое блюдечко прикольное Самодельное, ручной работы В которое можно мыло положить Короче, это такой гостевой туалет Умывальная И Алиса решила, что она тут живет Вот, поэтому, когда мы поняли, что она выбрала эту часть дома Кстати, здесь вот такая вот люстра Необычная, как будто из досочек сделанная Дизайнерская клетка, которую мы привезли из самого Таиланда Здесь, как вы видите, опять же высокое окно Я сейчас залезу У нас здесь везде такие вот шторы Они опускаются, полностью закрывают, чтобы свет не проникал И потом вот так вот раз и поднимаются И, как вы заметить могли, тоже шторы везде разные в доме Где-то они просто вот так на карнизах висят по бокам А где-то вот такие варианты Вот на этом подоконнике Алиса выбрала себе местечко Вот эта мисочка, которую я показывала в обзоре на Magic Pets Глянцевая, беленькая И вот такой вот, которого мне подарили Magic Pupsi Сейчас только что Алиса прыгнула со столешницы вот сюда и не долетела И упала на ведро Да, Алиса? Короче, здесь такое Алискино царство Она сама выбрала это место И поэтому здесь есть ее игрушечки Когтеточки всякие А вот эта вот мисочка большая такая Кстати, она старинная, ну, антикварная Это для того, чтобы сюда наливать воду И все животные здесь пьют Потому что двери в доме везде открыты Они просто приходят сюда и пьют Я была наслышана разных историй о том, что Кошки очень сильно стресс испытывают, когда куда-то переезжают И что многие меня пугали, что Алиса вообще может сойти с ума Спрятаться на несколько дней, не выходить И вообще запаниковать У каких-то моих знакомых случилось такое, что Кошка просто вообще обезумела Она постоянно пыталась сбежать куда-нибудь из дома Ну, Алиса наша во всем супер прекрасная, воспитанная кошка И у нее все произошло нормально Она, наверное, день-два где-то попряталась так слегка Походила, поизучала Но потом, когда поняла, что собаки спокойны В доме все хорошо, все бегают, играют Она тоже вылезла и начала тусить Вот в той комнате за дверью есть еще большой шкаф Но там бартак, мы туда не пойдем Мы еще не доразбирались там Вот она залазит на этот высокий шкаф Туда и под потолком там на этом шкафу спит Она просто, когда мы выходим с собаками гулять Сама хочет идти на улицу в жуткий мороз При том, что вы помните, как она первые прогулки у нее проходили Она всего боялась и ползала А сейчас по сугробам вместе с Юмичу бегает Тоже пупсик, которого мне подарили в Мэджике Такой красненький под красный цветочек Мы переместились в нашу гостиную А здесь еще один диван мечты Вот такой вот горчичный Он состоит из трех частей Вот это, вот это и вот это Они раздвигаются Можно докупить еще один вот такой вот большой пуф Как бы гостиная, это такое место отдыха Здесь мы отдыхаем Все действительно выбиралось Самое такое вот, ну не могу сказать, что качественное, лучшее или дорогое Просто такое, что реально нравится Поэтому все, я действительно говорю, что все мои мечты Кухня мечты и так далее Ну так получается, что это не просто какой-то дом для меня временный Куда мы просто переехали Это то место, в котором мы будем жить Это сбывшаяся мечта И хочется, чтобы все здесь было реально классно И именно поэтому я купила елку для Нового Года И хотела изначально вообще снять, как мы наряжаем все вместе елку Но, как я говорила, я ничего не успела Потому что все время только разбиралась и прибиралась Видимо, здесь все, все из моих мечт детских и самых разных Я хотела всегда вот такую большую елку Ну, конечно, не такую гигантскую там для потолка Но вот хотя бы, чтобы на вытянутой руке она была такой высоты Она искусственная, не настоящая Потому что я против сруба и вырубки лесов и всего Поэтому я советую и вам не покупать вот эти елки Которые выращивают только ради того, чтобы продать Потому что уничтожают наш лес И это очень печально Мы купили вот такую вот новогоднюю гирлянду В Леруа, кстати, со звездочками Очень классная она Керамические белые шарики с разными рисунками Они на таких вот темных ленточках со звездами Они тут разные бывают Вот с такими вот штучками Вот такая сова у нас висит керамическая Вот такие шары прикольные И очень я люблю вот эти вот красивые серьги То есть желание было в этом году сделать бело-золотую елку И особенно мне очень нравятся вот эти вот сережки Кстати, лайфхак Если покупать новогодние украшения После нового года на следующий год То вы их купите намного дешевле То есть то, что стоит могло 1500 рублей Можно купить типа по 150 с огромными скидками Потому что они никому в январе уже после праздников не нужны А вы зато сэкономите нормально И в следующем году у вас будут красивые украшения Ловите мэджик лайфхак Гигантская лежанка, на которую влазят вообще все Все четыре моих собаки Когда мы понимали, что уже 31 число И надо праздновать Новый год А телевизор уже приехал Надо было его на что-то ставить В общем, мы поставили пока что старенькую сюда тумбочку И так со многими моментами Что-то будет все равно переделываться, доделываться То есть все не останется вот так, как вы сейчас ставите Именно поэтому я говорю Возможно, вы захотите видеть продолжение истории Мэджик Хауса Тумбочка не старенькая, я имела в виду А старинная, антикварная Но здесь будет другая Кстати, еще по поводу звука Я вот такой вот саундбар приобрела Он с сабвуфером То есть реально классный звук получается Потому что музыку я тоже люблю И хочу, чтобы звук был классный По поводу телевизора Он очень большой И это тоже телевизор моей мечты Потому что я обожаю кино Я люблю смотреть фильмы Обожаю устраивать такие вечера Садиться, завалиться на диван И смотреть разные киношки Прикольные, покемон, не лежись А не для телевидения То есть телевидения тут нет Я говорила вам не раз, что я против телека Он засоряет наши мозги А вот эта вот штука металлическая Приехала тоже из Барселоны, из Испании Это вот такой металлический подсвечник И стоит здесь как будто бы свеча Но на самом деле называется это восковый плафон И он действительно из вошка, как свечка А внутри в него ставятся уже свечечки Зажигаются и он горит, как лампочка какая-то Тут столик, который приехал в дом Ему просто нереально много лет Он, во-первых, тоже антикварный И он жил еще на квартире На которой я только начала снимать ролики на канал Две вот таких вот больших французских двери Они тоже в клеточку Раз и два Ой, блин, чуть не уронила И разбила бы сейчас Держи свою утку Короче, как вы поняли Детки наши хвостатые и всякие разные Живут прямо здесь везде Все переехали Все, кто можно И игрушки их тоже находятся здесь, лежанки Есть такой момент Очень многие спрашивают про таракашу Мадагаскарского, которого мы назвали шипер Это вот такой гигантский шипящий таракан Его подарили мне на фан-встрече в Питере Ребят, я должна сказать вам Я не смогла иметь такое большое насекомое То есть муравьи это что-то такое Вот просто понаблюдать Это интересно Но вот большой такой таракан Это равносильно для меня, как паук Вот эти усы, все Я люблю животных Но я не смогла, к сожалению И поэтому я отдала шипера своим друзьям Знакомым, которые любят насекомых И все-таки я считаю, что нельзя дарить животных Вот так вот неожиданно человеку Так что будьте аккуратны с живыми подарками Лучше заранее спросите человека Готов ли он принять такой подарок И сможет ли он ухаживать И любит ли он такое То же самое относится и к собакам, кошкам и остальным Юми с Софишей За утку дерутся Побежали Здесь тоже раньше планировалась такая дверь Но мы ее закрыли, потому что решили здесь сделать что-нибудь другое Иначе просто не будет стены Некуда будет ставить мебель На самом деле я сейчас вспомнила Мы планировали там сделать камин Но пока что там ничего нет, просто стена Смотрите, вот такую вот поросюшечку золотую Я купила копилку В нее уже все подложили мне денежек Друзья подкидали К ней я вот такой купила золотой подсвечник Причем, по-моему, в Икее Вот такие вот еще два подсвечничка Для вот этих маленьких свечек, которые кладутся сюда Они тоже очень стильные Очень классно смотрятся Комодик переехал Кто смотрел мои ролики раньше Из съемной квартиры С нами Сюда И пока что он поселился тут Может быть он еще куда-нибудь переедет Вот это креслице И есть еще одно второе В другой части дома Тоже приехали сюда Из самой первой квартиры, в которой мы жили только еще с двумя собачками Когда канал начинался А вот этот стол Он 50-х годов Такой ретро-винтажный Старинный Ему лет 70 получается Это вообще невероятно просто Насколько он старше меня Я считаю, что вот эти все антикварные вещи Они украшают дом Иногда вот пятнами по дому иметь Мне кажется, это очень классно В сочетании с новыми И его еще можно подреставрировать Как-нибудь привести его в лучший вид А вот здесь на столе такой подносик С кучей свечек разного размера Они уже все тоже горели на Новый год Иголочки тут насыпались Это, кстати, набор вообще из Икеи Точно так же, как вот этот золотой поднос Это шарик мой Как мы говорим Китайская игрушка с 200 рублей Которая может порадовать просто любого человека Потому что он светит всякими звездами На потолок и на стены И здесь тоже такая небольшая новогодняя композиция На золотом подносе Так как у нас Новый год планировался золото с белым цветом Поэтому здесь вот такие вот елочки тоже прикольные Вот такие вот две свечи Мы их уже немножко поджигали на Новый год Они подгорели И вот эти подсвечники вместе со свечками Тоже притащили мы из Барселоны для дома Но зато красиво Мне кажется, это прикольная идея Собирать разные вещи из разных стран Хоть что-то привозить в дом И как бы каждую вещь, на которую ты смотришь Ты просто вспоминаешь, откуда она Это прикольно А вот эту вазочку, кстати, мне подарили друзья В честь новоселья Очень она классная А здесь мешанки, которых мне дарили мэджики Вот такая вот парочка Мальчик и девочка Она все равно залазит на наш остров Кухня мечты Опять я сейчас скажу Потому что есть самый, кстати, прикол был в том Что когда друзья приехали Отмечать Новый год нам У нас не оказалось стульев Я всегда хотела, чтобы кухня была белая, глянцевая И в итоге так и случилось И очень хотелось, чтобы было много пространства для работы Если можно так сказать Для готовки Потому что все время до этого Как так получалось, что я жила там, где просто Ну нет кухни Или она очень маленькая Или негде готовить А готовить хочется что-то делать И поэтому здесь действительно реально много места Над островом три вот таких вот лампы И история со светом тоже очень длинная Потому что повесить вот так вот лампы На такой высоте потолков симметрично Это не так-то просто, ребят Как кажется, когда вы видите это в готовом виде В кухне везде продумано разное освещение Тут, например, вот такой вот фонарик Вот здесь вот эти фонари зажигаются Либо два, либо один Либо все вместе над островом Вот в той части кухни, в которую вы еще не ходили Там вот такие вот фонари Они тоже светятся Короче, свет разный И здесь кухня три огромных окна Как вы видите по моему росту Здесь окна вот такие, на которых что-то стоит Вот такие вот вазочки красивенькие Ими можно пользоваться этими подоконниками Тут вот елочка маленькая, наряженная, красивенькая Окна тоже в клетку И они открываются А вот это окно большое, третье Это такое же окно, как в моей комнате сидячее То есть сейчас здесь вот такой новогодний декорчик стоит А на самом деле здесь сюда можно покинуть подушку Или просто сидеть, смотреть тоже вот в эту вот высоту Вот эти вот шкафы все внизу Они тоже рабочие В них есть все И здесь, и здесь, и здесь везде Но если вам будет интересно Я вам покажу и расскажу Сделаю полный обзор кухни Потому что здесь реально есть что показать Начиная от техники И заканчивая какими-то мелочами по обустройству внутри Потому что мы там тоже жестко заморочились Как вы заметили, в кухне нет никаких верхних шкафов Как положено, типа, в кухнях Потому что все практически внутри острова И вот в этой части Не знаю даже, как ее назвать Короче, это продолжение Но уже такое хозяйственное, рабочее продолжение кухни Тут вот стоит холодильник Холодильник мечты Он нереально крутой, гигантский Просто реально холодильник мечты Я, блин, там внутри просто отдельное царство Про которое можно реально рассказывать и рассказывать Поэтому я бы очень хотела, чтобы в опросе Все проголосовали Да, сними видео про кухню Если ночью его открыть Ощущение, что в доме свет включили Инопланетяне какие-то прилетели В общем, за холодильником Вот в этой вот части Я не буду сейчас туда заходить и вам все показывать Рабочее такое пространство Она еще будет доделываться И мы об этом с вами в другой раз поговорим Двойные эти красивые, безумно высокие двери Ведут в темную часть дома То есть она не такая светлая, как весь основной Там совершенно другой цвет и совершенно другой интерьер И в этой части дома находятся такие более личные, что ли Такие кулуарные помещения Типа спальня, гардеробная Где все одежда, вещи, украшения Всякие такие штучки, сумочки и так далее И отдельная ванная комната Совсем другая Там совершенно другой стиль Про это тоже можно делать Про каждое помещение отдельное видео Так что, если вы захотите, я расскажу и покажу Она не черная, эта часть Это сложный такой цвет графитовый Точно так же, как здесь все не белое, если приглядеться И получается, что как бы дом делится на две таких части Светлый мир и темный мир, как инь-янь Короче, туда мы сходим в другой раз Потому что это реально достойно отдельного видео Я вам покажу самую большую радость, наверное, для моих песиков Мы можем каждый день по несколько раз ходить, гулять У нас тут куча пространства Я представляю, что будет летом Они, наверное, будут пропадать на улице Сейчас, по крайней мере, холодно И они все-таки подмерзают иногда Вот тут мы тоже елочку такую нарядили Она горит вечером огоньками И это видно из дома И теперь дети могут бегать по всяким снежным туннелям Это снегоуборочная лопата И у меня есть валенки вот такие с галошами мне подарили И я хожу иногда и убираю снег Вот нарыла кучу туннелей, чтобы детям было где побегать Потому что в сугробы прыгать очень трудно Очень холодно, прям мороз Поэтому мы выбегаем прям на несколько минут Уже поносимся, поносимся немножко Замерзаем и просимся обратно домой Юми, ты что там нашла? Юми нашла какую-то веточку и грызет ее Вечером киса Алиса выпрашивается прям на улицу И бегает вот здесь вот по сугробам с Юмичу Я считаю, что это достойно отдельного видео Если сегодня вечером это случится, мы это снимем И вообще я хочу сейчас снимать больше именно таких вот жизненных влогов, как я сказала А весной нам еще предстоит отделка дома снаружи Все вот эти работы с саду Вот здесь на патио что-то придумывать То есть еще впереди очень много труда, трат и так далее Но я безумно рада, что мечта уже сбылась И сейчас только нужно еще работать, работать, работать активнее Чтобы все это закончить, привести прям совсем в идеальный вид Короче, начиная с 2019-го У меня уже рот замерз, реально мороз на улице Мы начинаем жить в своем мэджик-хаусе Я безумно счастлива, рада, что все получилось Что не зря трудились, не зря в чем-то себе отказывали Там что-то не покупали, зато дошли до этого И я очень рада, что получается все мои мысли, которые я пытаюсь всегда до вас донести Они действительно работают Мечты сбываются, если ты к ним идешь Я сделала это И я просто, блин, я не знаю, как это описать Настолько это круто, что ты что-то сделал сам Такое мощное Такого достиг Это огромное вообще счастье внутри И спасибо вам всем, конечно же, за поддержку За то, что вы делали Я хотела все это рассказать в своем новогоднем поздравлении Но, как я говорила, ничего не успели Зато сейчас я смогла вам это сказать Любите жизнь Идите к своим мечтам Все реально, все возможно Все может сбыться Все мечты Мы вас любим И да, мы будем снимать теперь постоянно новые видео отсюда И рассказывать вам про все, что происходит Увидимся Подписывайся, ставь лайк, голосуй вопросы, пиши комментарии Пока